здоров ребят на связи искал сегодня мы с вами играем за чили в новом дополнении для hearts of iron 4 смотрите какая у нас тут ситуация произошла вчера был стрим на который мы отыграли с вами за индейцев чили вышло достаточно прикольно приколбесно и достаточно весело и сегодня я делаю специально для вас людей которые пропустили стрим либо которые хотят посмотреть как там поживает чили в новом дополнении ролик монтаж я буду озвучивать все свои действия которые принимал на протяжении всего ролика приятного просмотра хотите узнать кое-что интересное тогда я вам расскажу сегодня про сервис купик от который кажется сделал невозможное предложил самую низкую комиссию на рынке для пополнения баланса steam да да вы не ослышались и это еще не все купик от это не просто сервис пополнения это целая игровая экосистема где каждый геймер найдет что-то для себя от выгодных акций до системы лояльности здесь все сделано с упором на честность и развитие комьюнити а еще представьте с моим промо кодом комиссия на пополнение падает еще на два процента а на покупку игр гифтом скидка в целых 10 процентов ну разве не шикарно промо кодик на экране пользуемся если вы думаете что это сложно куда-то все происходит три простых шага вводите логин мой промо код применяете его и бац выбираете способ оплаты и самое главное ваш аккаунт остается в полной безопасности ведь параллель прочие данные сервис не запрашивает а для тех кто всегда ищет выгоду первое пополнение баланса стима по моему промо коду идет без всякой комиссии и да не забудьте про конкурс купили арт пополняйте steam и выигрывайте steam deck как вам такая акция так что если вам нравится играть в стиме и вы из россии где некоторые игры найти не просто и купить трудновато загляните в раздел недоступные в рф на сайте купик о там собраны игры которую вы точно не найдете в магазине стима но благодаря купе коду они будут у вас на аккаунте без всяких танцев с бубном не забывайте про мой промо код с ним игры будут еще дешевле ну как впечатлило тогда мчитесь на сайт купе код и пополняйте свой баланс уже сегодня все ссылки в описании закрепленном комментарии там же и промо кодик до начала нашей партии чили обладала уже знатным количеством ресурсов знатным количеством фабрики военных заводов но не сказка же а вдобавок этому всему мы пошли с вами на индейцев чили это левая ветка левая ветка анархия можно сказать я посмотрел по бонусам я посмотрел по лору и как будто ки мне показалось что индейцы в чили будут самыми смешными и самыми угарными да и бонусов там будьте здрасте поэтому индейцы в чили погнали по завершению первых национальных фокусов я заметил одну особенность прихода индейцев ко власти смотрите у нас будет с вами политик нейтрал демократ не важно он гандон за которого мы типа играем но он типа будет против нас когда у нас начнется гражданская война когда индейцы восстанут против этого испанского хуйца по-другому я сказать ребят не могу смотрите чего этот хуй испанский делал и баньес продает арику перу ты чё мразь кому ты продаешь больше страну таким образом продаст надо быстрее это вооружаться на протяжении всего нашего пути пока мы развивали нашу страну приводили индейцев во все органы власти это чел продавал нашу страну налево и направо дошло до того что наш самый северный регион где проживало 500 тысяч людей он продал перу просто продал перу территорию в обмен на какие-то бонусы в гражданской войне и так было на протяжении всего этого подготовительного процесса гражданской войне весело да а как у меня весело на стриме было когда он меня профки продавал вообще был весь гражданская война наступила и тут начался самый-самый-самый ад во первых мы же с вами играем за чили чили сравнимо наверное с какой-нибудь исландии по степени сложности боевых действий объясню почему у нас везде долбежка в одной в двух провках в горах нормально так поживаем до 1 стадия гражданской войны проходила у нас достаточно успешным я использовал тактику вынужденной атаки просто ложил направо и налево своих индейцев для того чтобы победить в этой гражданской войне как вы видите такая тактика мясных штурмов принесла нам успех мы взяли в котел некоторые дивизии чилийского гандона а затем спустя несколько месяцев аннексировали всю чили покончу с гражданской войной по завершению гражданской войны я провел демобилизацию экономики и начал дальше изучать развивать нашу страну ребятушки ролик называется как там чили в новом дополнение хой 4 нормально она поживает у нас с вами какие-то и вот и просто политики на огромное количество совместных бонусов то есть у нас есть политик на прирост политики 20 процентов и еще вдобавок защита от смены идеологии есть политики которые дают эффективность производства просто огромнейшую и все эти политики например из коммунистов и все эти политики все равно работают на индейцев благодаря имбовым национальным фокусом чили изучали фокусы строили новые военные заводы и всячески развивали нашу страну пока я не начал оправдывать цель войны на перу ребятушки перу владеет нашей исконной национальной территории которую гандон уже ныне покойный которого наши индейцы наверно просто сожгли на хуй на костре продал провинцию и сейчас пришло время эту провинцию вернуть но с перу будет еще труднее воевать перу во первых имеет огромный людской запас и они сука также буду состоять куча дивизии в одной единственный сухопутной провинции в горах при этом будем воевать будем смотреть что получится готовим новые дивизии индейцев имбовые дивизии индейцев которые будут захватывать у нас будущем всю южную америку проведя подготовительное мероприятие объявивай но перу я добился сначала маленьких таких ну можно сказать территориальных изменений почти я вернул себе обратно нашу индейскую исконно сука русскую провинцию но все-таки главный регион не удалось взять под контроль потому что там перу укрепила очень сильно свои позиции перу еще воюет с эквадором но это нам никак не помогает если честно тогда я начал делать план капкана тогда я начал планировать высадки вокруг столицы перу и знаете чё получилось практически столицу перу взять но противник подвел свои резервы и выбил нас уничтожив 4 полностью обученные укомплектованные дивизии чилийцев как там мертвых провожают у индейцев отправляют в лодку в дальний путь просто в тихий океан куда-нибудь также мы и простились со всеми нашими бойцами тогда я принял решение повторить трюк адольфуса гитлера только в нашем случае не будут укрепления десятки а будут учи горы перу который меня уже и бали если честно нарожали мы еще хороших солдат как говорится отправил я их сразу подготавливаться к влуплению мы с вами будем готовиться нападать на боливийскую республику в обход линии перу блять боливийская республика слабее нас по дивизии моно сильнее нас но я думаю ничего страшного не будет закат лим уничтожен в лесах намного удобнее пробиваться чем в ящих опять же горах этот ролик конечно бомбезно у меня сегодня выйдет столько мата ребят ну если чё я все вырезаю как только оправдание цели войны было готово я сразу напал на боливийскую республику и просто стер ее с лица земли да вы сами видите все на экране уничтожали мои дивизии налево и направо хоть и дивизию не было больше но у нас дивизии были лучше качеством и у нас во первых сука огромные бонусы на нашу армию благодаря нашим не менее имбовым фокусом начали вообще я посмотрел фокусы на чили на аргентину так далее среди всех южноамериканских стран самые сильные страны это чили и аргентина у них такие бонусы ребят это вообще жесть просто новой финляндии две новые финляндии в южной америке закончу с боливийской республикой заставил капитулировать и полностью забрав все ее территории я принялся за моего давнего сука врага перу как у нас сладко пошла наша атака после того как мы добились аннексии боливийской республики мы начали атаковать по всему фронту перунских солдат они просто не справлялись с индейским натиском таким образом мы котлили их уничтожали и всячески мстили запавших солдат взятие столицы было вопросом времени после падения столицы уничтожение остаточных подразделений перунских долгов мы закончили войну с перу и аннексировали все перу забрав также их флотилию недолго думая начал готовиться к войне с эквадором который страдал от перунской экспансии очень долгие времена но теперь будет страдать от чилийской экспансии от чилийской агрессии кроме того мы начали поставлять в армию активно новые самолеты по самому лучшему шаблону самолеты дает нам просто офигенные бонусы на прорыв на атаку на защиту ими не пользуются просто преступления особенно учитывая что здесь везде горы блять которые и так очень сильно вредят нашей армии хочу также похвалить чилийские имбовые фокусы что фокусы на армии что фокусы на промышленность везде нам дают фабрики военные заводы и верфи а кроме того и кучу бонусов на производство я счастлив война с эквадором проходила достаточно успешно эквадор кстати держал линию обороны возле своей столицы особо не атакуя наши подразделения он боялся нас еще больше чем перу она и понятно когда на тебя бежит идея с палкой страшно становится пробившись на равнинах в лесах в джунглях неважно мы получили стратегическое преимущество дел оставалось за малым уничтожить эквадорские дивизии попутно котлив их и закончить войну по окончанию войны с эквадором мы получили выход к венесуэле и колумбии это следующие наши цели на пути к нашему вечному как говорится индейскому миру попробуем захватить колумбий попробуем захватить венесуэлу это уже крепкие орешки например колумбия имеет неплохую промку неплохие дивизии но при этом достаточно интересную территорию где можно успешно попробиваться а венесуэла свою очередь имеет достаточно хороших союзников в виде эстонии дании и доминиканской республики да это был рофл укрепив достаточно серьезной сильнее нашей армии я принялся за дело я напал на колумбию колумбия оказалась тоже очень слабой страной и как будто я ее захватил но вы все видите на экране ребят чё мне рассказывать вам пробился на равнинах захватил колумбийских солдат котел уничтожил котлы дальше на вынужденной атаке пробился в горы и все и взял столицу все колумбия капитулировала одна из самых сильных стран оказалась на деле одной из самых слабейшей переходим к венесуэле с венесуэлы я уже подготавливался более серьезно я даже подвел больше дивизий потому что венесуэла да она кстати схожа с нами плюс-минус по промке и по дивизиям тоже то есть крепкий достаточно орешек если она будет сидеть в обороне нам будет достаточно трудновато я подвел также наши новые собственные чилийского производства истребители подвел свою флотилию чтобы поддерживала с морей как говорит и напал на венесуэлу война началась достаточно успешно для нас мы в раненых такие приятные равнины венесуэле я не могу мы в раненых сделали грязь а после чего эту грязь развивали на севере мы сделали хороший котел из венесуэльских дивизий они ничего не могли с этим поделать юг мы тоже потихонечку зачищали и сделали так что у них осталось очень мало дивизий потом начали всякие союзники прибывать на нашу землю по типу данских солдат эстонских солдат доминиканских солдат ну что тех что тех мы просто выкашивали и когда венесуэла капитулировал после захвата очередной столице все эти дивизии которые союзники привели на помощь венесуэле попали в котел где мы просто раскидали беспощадно. На этом наша война с Венесуэлой была закончена. Официально для нас, неофициально для союзников Венесуэлы, поэтому я принялся планировать высадку. Да, как высадку с Перу, только на этот раз высадку в Доминиканскую республику. Когда я отправил своих солдат высаживаться на эту землю, я заметил, что достаточно там неплохо дивизий доминиканцев. Они там везде сидят, укрепились. Но мои индейцы на вынужденной атаке пробили две провинции возле столицы доминиканской с ужасной местностью и взяли столицу. Таким образом, Доминикана тоже капитулировала. И все, со всеми врагами на Южной Америке Данского Альянса я покончил. Теперь перед нами, ребят, стоит новая цель. Это главный босс сегодняшней партии. Это Аргентина, страна, которая по фокусам развилась ни хера себе как сильно. К ней я буду готовиться дольше обычно. Спустя полгода я мобилизовал даже стариков в нашу индейскую армию. Служить должны сука все. Единственная проблема, с которой я сталкивался на протяжении всей своей игры, это недостаток людских ресурсов. Я каким-то образом его, конечно, пополнял. Благодаря политикам, фокусам. Но все равно, постоянно сука не хватало. Ладно, не об этом суть. Полноценные две армии и еще одна армия, которая держит у нас юг общий с Аргентиной, были готовы у нас напасть на Аргентину. Недолго думая, напал я на Аргентину. И как я тогда на стриме сказал, «Ребяточки, я хочу сделать маленькую детскую шалость». И включил, сука, автоплан, блядь. Это была самая главная ошибка вообще за всю эту партию. Я просто буквально за пару дней 130 тысяч бойцов потерял и дальше перешел уже на нормальное ведение боевых действий ручками. Основной прорыв аргентинской обороны произошел у нас на севере, где я и стал развивать успех. Там везде равнины, там везде джунгли, леса, там нам удобнее пробиваться, чем, сука, в злобучих горах. Как меня горы за эту партию заколебали. Чисто сегодня весь ролик долбежка в горах, так или иначе была. На севере мы создавали с вами первые котлы, создавали даже масштабные котлы, где варилось по 15-10 дивизий аргентинцев. И в конце концов на Аргентину влетел второй мастодонт, у которого в армии не 500 тысяч, как у нас, а около 2 миллиона солдат. Это японский сегунат. Япония каким-то образом воюя с Мексикой, захватила у нас Бразилию. И теперь она сидит тут в Бразилии, чилит, кайфует, и я такой понимаю. Влетела она на Аргентину, не смогла она пробить Аргентину. Все равно мы все там котлы сами закрывали. По мере того, как мы с севера пробивались, я начал пробиваться на юге и в центре нашего фронта. Таким образом разрезал просто линии обороны аргентинцев. Уничтожая их дивизии в котлах и так далее. По окончанию этой войны, война закончилась, конечно же, капитуляцией Аргентины. Аргентина даже уступила в Альянск Дании, но все равно это не помогло. Минус еще один враг Данского Альянса на Южной Америке. Аргентина капитулировала. Все, мы захватили эту страну, и у нас стало больше 100 фабрик, ребят. Около 60 у нас военных заводов. Около 60 у нас фабрик. То есть у нас промка, блядь, больше, чем у Австро-Венгрии, которая в центре Европы находилась на тот момент в своих изначальных границах. Кстати, за эту войну мы потеряли 170 тысяч бойцов, 130 тысяч бойцов от автоплана. А вот аргентийцы потеряли около 500 тысяч солдат от нас, в свою очередь. Победа была полностью за нами. На этом мой стрим подошел к концу. Четырехчасовой, между прочим, стримец у нас с вами был там, а? Че я хочу сказать про Чили? Надо же подвести итог. Ну че, государство мупче проявило себя просто с выдающейся стороны. Если честно, мне изначально не хотелось. Вот прямо не хотелось играть в это дополнение за эти южные американские страны. Но вроде прикольненько вышло. Я так чисто получил кайф, пообщался с чатиком, пободался в Южной Америке. Не знаю, в соло бы я этот ролик не делал, только вот так, чисто через стрим. Что я хочу сказать про дополнение вот это? Ну, типа моды за деньги. Вот что я хочу сказать. На связи я был Искал. Надеюсь, вам данный видеоролик понравился. Приходите на стримы, залетайте в телегу и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»